Только раз в году, в сезон Белых Ночей, над Невой взметнутся Алые Паруса. Акционерный Банк Россия и Пятый канал представляют. Главное событие лета. Праздник выпускников Алые Паруса. В прямом эфире во всей России. 20 июня в 23 часа. Грандиозная концертная программа с участием звезд российской эстрады на Дворцовой площади и Стрелке Васильевского острова. И захватывающее водно-пиротехническое шоу на Неве. Самая романтическая ночь года. 20 июня в 23 часа. Алые Паруса. В прямом эфире. Только на Пятом. Россия. Страна возможностей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Саш, это Борис. Саш, он напал на меня в моем дворе. Кто? Гурам этот. Который Катя приехал. Я тебе говорил. Я теперь могу пойти в милицию? Что? Ну что ты говоришь? Ну какие побои? Ну ударил один раз в живот. Подожди. Он угрожал. Он угрожал убить Катю. Да. Ну как я мог записать? Какой диктофон? Ты что говоришь? Ты ерунду. Все. Я иду в милицию. Я иду в милицию. Если они не помогут, то я сам буду защищать свою дочь. В этой жизни я не могу поверить. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да, пап? Слушай, этот... Гурам не приходил? Нет. Послушай меня внимательно. Если придет, ни в коем случае, ни под каким предлогом не открываем он дверь. Поняла? А что случилось? Поверь мне, это страшный человек. Это самый настоящий бандит. Ты ведь сегодня никуда не собираешься? Нет, не собираюсь. Ну и замечай, ты и никуда не уходи. Обещай мне. Все. Ложись спать. Обещаешь? Хорошо, пап. Я поняла. Хорошо. Ладно. Тогда до утра. Спокойной ночи. Зачем вы пришли? Слушай, дочка, я замерз. Открой, а? Это не моя проблема. Слушай, не знаю, что тебе наговорил твой отец, но это честное слово неправда. Это он из ревности. А золото зачем вы взяли? Да, я взял золото. Да, оно мне нужно было, но я же его вернул. И к тому же твоя мама... Что моя мама? Да твоя мама сама мне разрешила. Я вам не верю, понятно? Слушай, я только что с ней разговаривал. Она тебе позвонит сама. Вот пусть сама позвонит сначала. Слушай, я... я очень замерз. Меня в гостиницу не пускают. Я же вам сказала, это не моя проблема. Я не хочу повторять. Слушай, я тебе тут птицы купил. И все, вот ты. А? Да, мама. Да, мам, я поняла. Хорошо. Пока. Держи, вот DVD-чипсы. Держи, дочка. Слава, нам надо поговорить. Слушаю тебя внимательно. Послушай, я не знаю. Не знаю, как заставить Мигеля вернуть мой загранпаспорт. Я уже просила и так, и эдак. Я не знаю, что мне делать. А ты уверена, что это Мигель? А кто ты? Какой-то детский сад. Поговори с ним. Долбануть его, что ли? В крайнем случае, долбани. Долго жить будет. Мигель, подойди сюда, пожалуйста. Привет, влюбленные. А я бы на твоем месте не острил. Мне тут Ольга Александровна на тебя жалуется. Говорит, ты у нее паспорт свистнул, а отдавать не хочешь. Да, Миш, пожалуйста, я тебя очень прошу. Мне что, перед тобой на колени встать? Ольга Александровна, я бы вам с удовольствием надал паспорт, если бы он у меня был. Но не я его брал. Не я. Говорит, что не брал. А я не верю. Потому что больше некому. По-моему, это гадко, подло и низко. Вообще, это по-детски какое-то издевательство. Господи, ребят, я что, похож на попугая, что ли, а? Ну, хотите, принесите, как его? Детектор лжи. Во, я вам тест пройду. Хотите? Оленька, я, конечно, могу ему долбануть, но он какой-то больно убедительный. Он врет. Так, ладно, мне это уже надоело. Ольга Александровна, сделайте себе уже новый паспорт и успокойтесь. У меня нет времени. И денег у меня тоже нет. А это уже не мои проблемы. Доброе утро. Доброе утро. Куда собираешься? В школу. Сегодня там последний звонок. Последний звонок. Здорово. А как там Ярослав? Что, не воюет больше с братом? Ну, насколько я знаю, вроде нет. Ты знаешь, я вот смотрю на него, и чем больше смотрю, тем меньше он мне нравится. Подожди, мам, в чем дело? Ну, ты же в нем души не чаяла. Ну, я размышляю. С виду он такой крепкий, способный на принятие решений каких-то. Но вот что-то в нем не то. Да? Ну, вот как будто не хватает чего-то. Стерня, что ли. А ты так к чему, мам? Да нет, я говорю, я просто размышляю. Вы так быстро решили с этой свадьбой. Вы даже ведь толком-то друг друга не узнали. Потом начнутся всякие склоки, скандалы, все такое. То есть ты мне предлагаешь что, вернуться к Чижову? Нет. Почему? Об этом вообще не может быть речи. Но это ни в какие ворота не лезет. Просто отменить. Понимаешь? Вы можете встречаться еще год, полтора. Узнаете друг друга. А некоторые вообще шесть лет встречаются перед свадьбой. Куда торопиться? Мама, я понимаю, что ты хочешь как лучше для дочери. Ну, это же естественно. Но есть один маленький нюанс, мам. Ты не знаешь, что для меня лучше. Поэтому у меня к тебе большая-большая просьба. Оставь свои размышления при себе. Что значит? Оставь при себе. Мама, разговор закончен. Что значит закончен? Нет, ну что значит закончен, Лиза? Собираешься, дочка? Да, я проспала, опаздываю. Не спеши. Вот югу, родыч. Я все сделаю. Через два часа деньги будут у тебя. Обижаюсь. А девочка с мамой ни о чем не догадывается. А когда догадаются, я уже буду далеко. Значит, хорошо. Ты почему подслушаешь? Перезвонил. А он был прав. Вы ворк. Нехорошо быть старшим. Приготовление к последнему звонку идут полным ходом. Не был бы циничным человеком, обязательно бы заплакал. Ленка, спасибо огромное, что так помогаешь. Я не знаю, что бы я сегодня без тебя делала. Ну вот представляешь, обещала прийти, это Воронина, подписать мне открытки. И не пришла. Вот, знаешь, увижу ее. Вот точно все выскажу ей в лицо. Все, что думаю о ней. Вот прям возьму и выскажу. Скажи, успокойся. Да я спокойна. Вот честно, спокойна. Я просто единственные вещи не понимаю. Как в последний звонок можно вот так вот взять и не прийти? Здрасте. Что вы тут? Здрасте. Здрасте. Борис Максимович, вы, конечно, не подумайте, что я обеднячу. Это совсем не так. Просто вы, просто, ну, обязаны поговорить со своей дочерью. Так, что опять мне дочерью объяснить? Понимаете, она обещала мне очень помочь, подписать открытки. А это немаловажно. И не пришла. И в итоге всем этим занимается Лена, ваш секретарь. Спасибо ей, конечно, огромное, но я уверена, что у Лены и так полно других обязанностей. Так, Юля, Юля, ты абсолютно права. Абсолютно. Только зачем вы меня вмешиваете в это свои дела? Ты сама позвони Кате, да говорите. Вы же взрослые люди, давайте. Сами, да? Сами. Да мы звонили, а она трубку не берет. Много звонили? Я звонила два раза, Лена два раза звонила. Домой ей звонили, там тоже никто не берет. Я не знаю, что... Я побежал. Куда вы побежали? Звонок последний, через три минуты. Начинайте без меня, хорошо? Все. Борис Максимович, а? Не понял, а то что, директор пропускает последний звонок? Это сенсация. Ты что-нибудь понимаешь, Лен? Я ничего не понимаю. Антон, давай быстро со мной. Куда? Какая тебе разница, бегом. Так, Борис Максимович, я на посту. Брось все и бегом за мной. Да, ну и дела. Я вот думаю, что я как маленький. Может быть отдать ей его, и пускай делает с ним что хочет. Пойдем на звонок. Ярослав, а может быть его сжечь и забыть про это? Вот сжигать точно не надо. Ты бы не сжег. Я бы не брал. Пойдем на звонок, там ребята уже все заждались. Пойдем на звонок. Да, воскалец. Я через две минуты буду. Да я ответственный человек. Все, давай. Мимо мой звонок посредина. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...